Добрый день, в эфире Ян Арт и тысяча и одна секунда об экономике. Если бы не взаимные высылки дипломатов и уборщиц, то, несомненно, первые места в топах новостных агрегаторов заняли бы на этой неделе вести о реакциях на послание президенту Федеральному собранию, оглашенное неделей ранее. Наиболее оперативно откликнулась партия «Единая Россия», которая совместно с Минтрудом и правительством подготовила и внесла в Думу ряд законодательных инициатив в рамках реализации президентского послания. Формулировка впечатляет – не просто внесла, но и подготовила. Послание Путина прозвучало 21 апреля, внос в Думу состоялся 26 апреля, 4 дня, включая выходные, на подготовку поправок к законодательству. В этом месте хочется констатировать – могут уже, когда хотят. Но не будем придираться к срокам, больше напоминающим лакейскую услужливость, нежели вдумчивую работу, и посмотрим на суть подготовленного и внесенного. Социальная выплата неполным семьям с несовершеннолетними детьми в возрасте от 8 до 16 лет, ежемесячно по 5650 рублей. Но только семьям, в которых средний душевой доход не превышает прожиточный минимум в данном регионе. Почему именно такой возрастной диапазон? Наверное, ответ есть. И, наверное, он содержит объяснение, что растить в неполной семье, например, 7-летнего или 17-летнего ребенка намного легче, чем 8-летнего и 16-летнего. Но эта логика лежит за пределами умственных возможностей автора. В смысле, автора этого выпуска, а не автора инициативы. Идем далее. На больничном по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет родители теперь будут получать 100% от оклада, а не 80. Устанавливается ежемесячное пособие беременным женщинам в трудной жизненной ситуации в размере 6 350 рублей. Тут тоже не очень понятно, почему на еще не родившегося ребенка полагается на 700 рублей больше, чем на родившегося и подрощенного до состояния от 8 до 16. Но эта логика есть, наверное. Инициативы, в общем-то, неплохие и полезные, но все же относятся к числу не самых значимых для россиян. У которых, вероятно, возникает один простой вопрос. А точно ли для того, чтобы ввести простенькие пособия для пары категорий граждан и чуток повысить больничные выплаты, нужен целый президент и его масштабное выступление перед обеими палатами парламента, членами правительства и съехавшимися в Москву главами всех регионов. Если, например, иркутский или амурский губернатор не прилетят спецрейсом в Москву, никак нельзя немного поднять больничный в стране. Впрочем, понятно, что вопрос риторический, а сама ситуация относится к числу сакральных тайн нашей родины, весьма напоминающей, кстати, беременную женщину в трудной жизненной ситуации. И в страхе бежал разбитый буржуин, проклиная эту страну с ее удивительным народом, с ее непобедимой армией и неразгаданной военной тайной. Впрочем, послание президента заставляет менять планы не только чиновников, но и самих россиян. Как выяснилось из результатов опроса сервиса Суперджоп, пятая часть россиян поменяла планы на майские праздники после указа Путина. Напомним, что с 1 по 10 мая в стране объявлены каникулы. В связи с этим 55% участников опроса заявили, что останутся на майские праздники в своем городе, 13% отправятся на дачу или в деревню, 7% планируют отдых на природе, 3% поездки по России, а 13% опрошенных собираются, и вот здесь прозвучит очень экзотический вариант каникул, работать. Минтруд по традиции дал разъяснение, что оплачиваются каникулы в полной мере за счет работодателей. Иными словами, казенные учреждения за счет налогоплательщиков, а частный бизнес за свой счет. Впрочем, на фоне месячных каникул годовой давности можно быть уверенным, оставшийся в живых российский частный бизнес сию нагрузку потянет. Тем более, что выбора у него нет. Не имеешь права, старший приказал. Продолжая тему последствий президентского послания, премьер-министр России Михаил Мишустин провел консультативные встречи с представителями думских фракций от разных партий. В ходе сих встреч и в ней их российские партийцы выдали на гора целый сон ярких идей. И помимо идеи срочно озаботиться экономическим положением народа, которое неожиданно стало главной нотой выступления российских партийных товарищей, прочие идеи весьма различаются жанровым и содержательным разнообразием. Например, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, возглавляющий компартию столько же, сколько Хрущев, Брежнев, Андропов и Чернянко вместе взятые, предложил бить морды авторам современных учебников истории. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает нужным начать процесс репатриации русских из других стран в Россию. Сам господин Жириновский, родившийся в Алмате в семье Вольфа Исааковича Эйдельштейна, конечно, знает о проблемах репатриации русских не понаслышке. Кстати, на этой неделе господин Жириновский отметил свое 75-летие бодр, и совсем недавно на вопрос о том, кто будет следующим президентом России, ответил я. Да. Примерно в эти же дни господин Жириновский сделал еще два предложения. Во-первых, переименовать город Энгельс. Но не потому, что старое русское название города, подарившего нескольким поколениям российских мальчишек образ волшебной мечты, лучше. Впрочем, сомневаюсь, что современные российские политики и чиновники читали бессмертную Кассилевскую кондуитыш в обранье. А потому, что Фридрих Энгельс, по мнению Жириновского, был русофобом и дал установку разрушить Россию. От себя добавим, есть опасения, что при такой трактовке истории в следующий раз Зюганов будет просить Мишустина набить морду именно Жириновскому. Второе предложение Жириновского – перекрыть Днепр дамбой в Смоленской области в качестве симметричного ответа на водную блокаду Крыма, организованную Украиной. И, кстати, вне симметричности эту идею, несмотря на фриковое звучание, действительно упрекнуть трудно. Так что у господина Жириновского есть шанс на практике реализовать гоголевское утверждение «Чуден Днепр при ясной погоде». Но наиболее плодовиты на идеи, как и на чудеса, в эти дни эсеры. Они спешат внести свой вклад и в правки истории, и в исправление экономической несправедливости. Во-первых, справедливоросы решили в преддверии выборов тряхнуть стариной и ошарашить избирателей какой-то экстравагантной идеей. Когда-то давно они опробировали этот подход призывами срочно спасать выхохоль. Ныне же представители партии инициировали установку в Москве памятника Иосифу Сталину. А встретив возмущенное удивление значительной части электората, срочно уточнили, что, во-первых, монумент вождю народов и лучшему другу физкультурников предлагает установить не вся партия, а ее отдельные особо ретивые представители, а во-вторых, не в качестве очередного рецидива культа личности, а в рамках идеи установить памятники всем кавалерам знаменитого Ордена Победы. Издание «Свободная пресса» в связи с этим справедливо уточняет. Это означает установку памятников не только Сталину и советским маршалам, но и бывшему королю Румынии Михаилу I, британскому фельдмаршалу Монгомери, Иосифу Броз Тита, Леониду Брежневу и президенту США Дуайту Изенхауеру. Издание иронизирует, что на постаменте памятника Изенхауеру тогда уж можно выветь слова из его знаменитой речи. На Соединенные Штаты возложена миссия руководства миром. Вашему поколению представлена замечательная возможность нести свой вклад в то, чтобы это руководство стало моральной, интеллектуальной и материальной моделью на вечные времена. Конец цитаты. В общем, с монументом у Справедливой России вышло как с выхохолью. Несколько выхохолевата. Которой же половине мы будем ставить памятник? Мы думали первой. Во-первых. Впрочем, вернемся к экономическим и социальным идеям партии «Справедливая Россия», озвученном в эти дни. Лидер партии Сергей Миронов предложил начислять малоимущим россиянам затраты на приобретение еды. Предусмотрительный депутат уточнил, что, во-первых, предлагается начислять эти пособия через карту МИР, а, во-вторых, без возможности потратить их на покупку алкоголя. В задачке спрашивается, означает ли это, что платежная система получит, по сути, право контролировать расходы россиян и блокировать неугодные. Означает ли это, что россиянин потеряет возможность попросту обналичить эти средства через банкомат, а заодно и свои собственные деньги, потому что понять, где пособия, а где собственные средства, будет, мягко говоря, затруднительно. Означает ли это, что таким россиянам вообще блокируют возможность купить бутылку пива, потому что логично предположить, что пособия он потратит именно на еду, а сэкономленные собственные средства именно на алкоголь. Означает ли это, что чиновники рано или поздно придут именно к такой мысли? И коль скоро ответ на все эти вопросы «да», то последний вопрос риторический. А правда, что с учетом таких идей во властных коридорах кого-то удивляет резко отрицательное отношение россиян к проекту цифрового рубля. Еще две идеи, озвученные господином Мироновым. Первая. В государственных больницах не должно быть никаких платных услуг. И вторая. Зависимость России от импорта лекарств недопустима. Идеи, в общем-то, здравые для 68-летнего политика, который 20 последних лет находится во власти. Видимо, за пятую часть века можно вполне созреть и до их решения. Правда, с риском напороться на вопрос избирателей. А раньше-то что мешало? И наконец, господин Миронов обрушился на Банки России в связи с ростом их прибыли. Центробанк буднично отчитался, что в марте российские банки поставили очередной рекорд по прибыли. Празднику банкстеров не помешали ни обвалившиеся доходы граждан, ни пандемия, ни даже локдаун. Всем плохо, а им хорошо. Все это в очередной раз доказывает. Банковская система не работает на развитии экономики. Она только паразитирует на государстве и откачивает из него ресурсы. И это превратилось в настоящую пляску на костях. Конец цитаты. И опять тот же вопрос. Предыдущие 20 лет господин Миронов видел иную ситуацию, на всякий случай уточним для возмущенного эсера. Банкстеры, как он их назвал, имеют прибыли не первый год. И лидер в этом процессе один вполне конкретный банк Сбер. Что не мешает главному эсеру дружески общаться с главным банкстером стороны на всевозможных форумах. И второе. Всем плохо, а им хорошо началось не только с пандемии коронавируса. Так что предвыборное обострение чувства социальной справедливости у справедливой России выглядит несколько неуклюже. Как, впрочем, и релизы самой партии. Сообщение о том, что справедливая Россия провела в САКах День справедливости, заставляет лишь задуматься, в чем встретят эсеры, например, День труда или День России. Рискнем уточнить. Формулировка «провела в городе САКе» выглядела бы немного изящнее. Хотя нельзя не признать, но была бы менее запоминающейся. За справедливость. О поручениях из послания президента, которые не попали в партийные инициативы. Среди прочего, Владимир Путин повторил мантру, которая звучит от российской власти без малого 30 лет. Надо развивать малый и средний бизнес. О том, как это делается на днях, поведала Счетная палата России, которая завершила проверку государственной корпорации малого и среднего предпринимательства. Выводы палаты в целом точно передает заголовок коммерсанта. Корпорация по поддержке малого бизнеса есть, поддержки не обнаружено. Резюме Счетной палаты. За пять с половиной лет национальная гарантийная система на базе корпорации охватила поддержкой лишь один процент малого и среднего бизнеса России. Эффективность в части влияния на бизнес не очевидна. Выполнению целей нацпроекта препятствует отсутствие у корпорации долгосрочной программы развития. В ВЭБе, которому подчиняется корпорация МСП, оценку Счетной палаты признали, обещали исправиться. А заодно в эти же дни ВЭБ амбициозно заявил о намерении выдать в экономику России 10 триллионов рублей. Программа рассчитана до 2024 года. Так что подождем очередных подсчетов Счетной палаты. Между тем, министр экономического развития России Максим Решетников выдал в экономику страны новую идею. Он поручил Росстату усовершенствовать расчет реальных доходов населения. Министр отметил, что есть постоянные расхождения между данными по доходам населения в системе национальных счетов и оперативными квартальными данными. В общем, систему статистики вновь ожидает реформа. Напомним, что несколькими годами ранее Росстат вместо простой арифметической ввел медианную систему измерения доходов. Но и это не помогло. Неблагодарные доходы россиян продолжали падать. Приходится искать все новые подходы к решению вопроса о том, как бы рассчитать все таким образом, чтобы черное казалось серым, серое белым, а белое величайшим достижением в сфере экономического управления. А так как лидер коммунистов господин Зюганов попросил премьера бить в морду авторов новых учебников истории, а не авторов новых систем статистики, то реформа господина Решетникова вполне безопасна. Что же именно подвигло статистиков на поиск новых подходов к арифмометрам? Напомним, что совсем недавно идею Алексея Кудрина о массовых пособиях всем россиянам с малыми доходами раскритиковали на том основании, что, мол, пока невозможно определить число этих россиян. Но не эта мелочь заставляет Министерство экономического развития задуматься о своих неладах с математикой. А, судя по словам господина Решетникова, нечто иное. Министра напрягла реакция общества, когда ему выдают очередную порцию сведений о доходах населения. Как честно заметил Решетников, люди, конечно, начинают это сравнивать со своими личными доходами, со своими зарплатами, пенсиями, социальными пособиями. Это вызывает очень большую дискуссию. Конец цитаты. С учетом недавнего официального сообщения о росте доходов россиян, от себя добавим, внимательно перебрав все семантически возможные обозначения реакции россиян на новости о своих доходах, мы также пришли к выводу, что единственно общественно приемлемым и остающимся в рамках нормативной лексики вариантом обозначения этой реакции остается именно это выражение. Очень большая дискуссия. Так, дискуссия у нас тут началась. Придется уничтожать все гнездо. И о главном. О судьбах рубля, без новостей о которых не обходится ни одна российская неделя. РБК осчастливил россиян рецептом от миллиардера. Олигарх Леонид Федун, обладатель капитала в 11 миллиардов долларов, дал совет, куда вложить 1 миллион рублей. Совет напоминает русского богатыря на сказочном перекрестке и состоит из трех вариантов. Первый, положить на депозит в банке высочайшей надежности. Видимо, господин миллиардер не в курсе, что все вклады до 1 миллиона 400 тысяч рублей страхуются в любом банке. Вариант второй, купить валюту или государственные облигации. Вариант третий, купить акции какого-то известного русского эмитента в тот момент, когда они сильно падают. Миллиардер сумел подыскать и пример такого эмитента. Ну, например, Лукойл, совладельцем которого господин Федун, кстати, является. Со второй новостью о судьбах рубля вышло агентство Prime под громким заголовком. Эксперт рассчитал, когда доллар будет стоить 100 рублей. На самом деле, в заметке идет речь не о том, когда рубль упадет, а о том, при совпадении каких факторов он может серьезно упасть. В числе этих факторов эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский назвал такие. «Военный конфликт в Зонбассе, снижение цен на нефть, обвал рынков, проблемы с Навальным и максимально жесткие санкции в отношении ближайшего круга Путина от США и ЕС, вплоть до заморозки счетов, имущества и аннулирования виз». Конец цитаты. От себя добавим, чертовски приятно осознавать, что мы умудрились создать такую экономику, при которой наша финансовая судьба зависит не от нас и не от самой экономики, а от посторонних нам людей, будь то друзья господина Путина или господин Навальный. «Ну, за дружбу!» На этом сегодня все. Ждем ваши комментарии и темы. Ссылки на другие выпуски проекта «Тысяча и одна секунда об экономике» в описании под этим видео. Подписывайтесь на канал «Эфинверсия» на платформах YouTube, Telegram и Яндекс.Зен. Всегда рад видеть вас в числе подписчиков моих страниц в Facebook или ВКонтакте. До новых встреч!